Всем привет! 10 марта, мучились с ней целую неделю, целую неделю и электрик диагноз. Все мы бегали, кружились вокруг нее, она не заводилась. Всем добрый день, ОМЗАП, Анатолий. Сегодня у нас будет видео о Kia Carnival 2004 года. Это 2.9 турбодизель, двигатель G3 у нас идет. Довольно старое авто 2004 года. Очень много накопилось проблем у данного авто. И мы решили сделать в нем комплексное решение. Тем более, наш отчаянный клиент на все согласен. Она для него очень дорога, не каждый поймет это. Но все же, будем делать комплексно. Сейчас вкратце расскажем, что будем делать. Да, это будет дорого, это будет долго. Но желание клиента закон. Вот так выглядит двигатель. Сразу начнем. Вот она, карнивал наш. Красавец. Довольно такой старенький, побитый. Первая изначальная причина. Газит головка блока цилиндров. То есть, охлаждающую жидкость выкидывает в расширительный бачок. Будем снимать ГБЦ. ГБЦ на месте снимается очень сложно. И для того, чтобы было все удобно и быстро сделано, качественно, мы сняли двигатель. При этом на данном двигателе, на 2,9 и карнивал, заводом изначально было предусмотрено, что в течение 40 минут двигатель опускается полностью. То есть, все это делается очень легко и просто. Так вот, помимо того, что головки, у нас есть ряд проблем, то есть, течь масла распредвалов, то есть, видно, что часть болтов отсутствует, здесь даже на опоре болт вырван, валялся, не хватает защитной крышки, течь масла, наверное, сальника коленвала снизу. Также будем проверять ремни ролики. На месте все это очень-очень неудобно делать. То есть, также мы будем здесь, у нас жалобы на течь охлаждающей жидкости. Это вон там сзади патрубочек есть полопался. Он на блоке, мы будем его менять. Так, еще, такая есть маленькая проблемка, меняли турбину, не снимая двигателя. Турбину поставили неоригинальную. С нее идет течь масло. Будем переуплотнять обраточку. Вот здесь видно, что в трубку охлаждения уперлся регулировочный винт, он внизу. Вот здесь вот кронштейн болтается. Но дело в том, что на месте все это делать очень неудобно. Поэтому здесь остались такие нюансы. Все болтается, все откручено, не хватает каких-то болтов и таз-даз-даз. Раз уж есть желание клиента, то есть, сделать, произвести ремонт, поэтому мы чем сможем, тем лучше. Начнем, конечно же, сейчас с головки блоков цилиндров. То есть, головочка будет обрессовываться, шлифовываться. Будем смотреть гидрокомпенсаторы, ГРМ, сальники, распредвала, там едва у нас, кренувала, то есть, водяной насос и т.д. То есть, потом мы уже разберем и, наверное, будем все же заказывать. Не у каждого есть на данный авто запчасти в наличии. Скорее всего, будут какие-то запчасти под заказ. То есть, какая-то трубка, какая-то, не знаю, какой-то патрубок, блоки, все это не так. Можно будет, конечно, взять чего-то другого. Будем стараться поставить по возможности оригинальное, но если что-то, конечно, не найдем, то будем ставить подходящее по качеству. Ну все, начнем, приступим. В следующий раз мы покажем, уже будет разборинг и расскажем. Так, ну что, сейчас тот момент, когда проскакивают мысли о том, зачем мне это надо. Так вот, при разборке мы встречаемся все больше и больше с всякими хорошими вещами, которые будет трудно бесить клиенту. Первый наглядный пример, вот смотрите, мы тут вроде как разобрали, по форсуночкам, по коллекторам, но да, есть нюансы там по трубочкам. Начнем вот, наверное, с того, что первый сюрприз, который меня ждал, вот здесь должен стоять болт, прикручивать натяжной ролик. Вот такой ролик у нас. Здесь стоит шпилька. И они прикрутили гайку, и так как крышка не вставала, она выломала насквозь дырку здесь. Ну ладно, это тоже, в принципе, как бы еще что-нибудь терпимое или что-то. Вот здесь торчала опора, и она стояла всего на одном болту, то есть резьба осталась только здесь. Еще здесь должна быть, здесь и здесь. То есть, три отверстия крепятся к головке, и один крепится к блоку. Так, чтобы было понятно, это вот такая чугунная штука. Передняя опора двигателя, то есть держалась всего на одном болту. надо будет делать вертуши, или что-то здесь как-то придумывать. Головку-то, если все хорошо, выкидывать-то, наверное, не будем. Грэм, в принципе, здесь все было целое. Сальники, да, все бежало. Будем менять. Коленвала. Сальничек. Ну, вот по коленвалу, конечно, не сказать, что он бежал. Скорее всего, основной распредвал был. Но, так как все вскрыли, будем менять обязательно. Сальники. Вот здесь головка у нас крепится. Получается 16 болтов. 8 коротких и 8 длинных. И как только я открутил болты, я увидел вот такую вещь. Здесь лежат шайбы. Вот здесь по две, две, две. Вот здесь одна, одна. Вот тут по одной лежат. Вот здесь тоже вроде по одной. Вот. Вон там колодцы, вон, видно две. Тоже. Можно предположить, что головку сняли очень много. То есть уже шлифовали, ремонтировали. И плоскость шлифанули до тех пор, что болта не хватает. Он упирается вбок. И в таком случае люди либо пилят болт здесь болгаркой, либо подкладывают вот шайбы, как здесь. Ну, даже шайбы. Вот он, болт. То есть, получается, вот этого расстояния его недостаточно для затяжки. Тут получается сколько у нас? Ну, сантиметр. Ну, так, на глазок, если взять. А где две шайбы? Тут еще меньше. По распредвалам, рокерам, гидрокомпенсаторам, в принципе, неплохо. Есть, да, небольшая выработка, но учитывая, что в постели, учитывая, что это далеко не новое авто, ему уже 16 лет. Поэтому сейчас вытащим эти шайбочки, вытащим головки, посмотрим, что с поршнями. Сразу, чтобы далеко не убегать. А шайбы тоже не похожи, как будто их кто-то где-то купил вообще. Даже так промятые они здесь должны быть немного по-другому. То есть, все это выглядит. Не знаю, что нас ждет там внизу. Вот такой наборчик. Так, вот головка у нас зашевелилась. То есть, это авто видело уже неоднократно ремонт. На первый взгляд, все довольно неплохо. Почему-то немножко торчит. Торчит, торчит, торчит гильза. Ладно. Есть небольшие задиры, царапинки. Ну, такого, чтобы прям отломанного поршня или чего-то прям в камере сгорания прям ни капли масла, ни капли сажи. То есть, можно сказать, в принципе, неплохо. Может быть, он, конечно, ремонтировался, капиталился. Поэтому здесь все так. Да, здесь тоже довольно чисто за весь этот срок. Видимо, не так давно все это здесь разбиралось и снималось. и досталось нашему новому владельцу. Так, ну, вот эти вот выемки, они на большей части дизельных головок, то есть, моторах, имеются. Они, можно сказать, то есть, по износу, если сделать замер. визуально трещин каких-то не видно. Она, получается, у нас газила пропускала. Ну, вот, видно, 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 наверное, вот здесь, вот, по всей видимости, вот здесь у нас компрессионное кольцо и вот здесь есть небольшой проходик. Вот тут есть. Вот тут еще есть у нас немного. Так, посмотрим на саму прокладку. Мало ли где она лопнула там. Потому что прокладка под выпускным коллектором, под турбиной развалилась. Она высыпалась. Так, ну, вот и смотрим по компрессионному кольцу. Здесь вроде порядок, порядок. Здесь тоже все прижималось. Вроде как нигде не лопнуло. Вот она. Вот она лопнула. У нас. Но если бы даже она здесь и лопнула, то не видно, что она доходила до канала охлаждения. Здесь есть какие-то очень странные следы. Вот такие вот. Которые вроде бы как не должны тут присутствовать. Как будто как-то обжало прокладку или загнуло. Но что-то здесь... А вот, еще прокладка лопнута в одном месте. Все-таки может быть был перегрев или что-то в этом роде. Так, ладно. Не будем заморачиваться. Головку разберем. Помоем, почистим. Отдадим на опрессовочку. Если опрессовочку пройдет, также сделаем замер. Если мне не изменяет память у данной головки допустима шлифовка, если брать от завода, то 10 соток. Потому что прокладка идет 0,95 и 1,05. То есть второго ремонта. Есть неоригинальные третьего ремонта. Если у нас не будет, конечно, никакого выхода, то, возможно, мы будем что-то тоже колдовать с головкой. Посмотрим, что по допуску, как она себя покажет. Так, прокладочку сразу выкидываем. Сейчас опрессуем изначально. Вот, у нас попадали получается вот внутри вот одна волошайба, вот две. Вот опять одна, одна, одна. Вот здесь тоже две, две. Не знаю, что это, что за мастер, который так решил, что так будет хорошо. Но мы, наверное, об этом не узнаем. Все, ждем опрессовки. Что она нам покажет, что она нам скажет. Мы будем заниматься, сейчас будем составлять список, согласовывать вот у нас опора, патрубки, там охлаждение, втулки стабилизатора, рулевые наконечники, сайлентблоки. То есть сейчас все, составим полный список. Но опять же дождемся опрессовки и после этого уже будем решать, то есть где будем брать и когда все это будем делать. Все, ждите. Скоро покажем вам мультик. будем вставлять вершечку, смотрите, головочку клапана притерли, установили, все засухарили, клапана все почистили, то есть теперь будем делать два вершка. То есть как и говорили, уже будем использовать, не будем там вытачивать каких-то втулок или чего-то, будем пользоваться вот таким наборчиком. Наборчик пользуется довольно таким успехом, то есть все, достаточно этого держится. То есть в нем идет сверло, вот эти вертыши, резьба, выколотка, чтобы обломить кусочек и закрутить сам вертыш. Сейчас расширяем сперва. Увеличили отверстие, теперь будем нарезать резьбу. Шаг у нас будет полтора, под полтора болт найти гораздо легче, чем под 1,25. Единственное, что здесь есть минус в этом наборчике, метчик сразу второго размера идет и идет довольно тяжело. Так, смотрите, здесь вертыш мы поставили, здесь сейчас покажем, то есть резьбу прорезали, будем устанавливать. Берем этот вертыш в руке, смотрите, то есть многим покажется, что он на самом деле короткий и не хватит зацепа. Но дело в том, что когда он закручивает в резьбу, он расширяется почти в два раза. То есть будет вот так примерно. То есть где-то сантиметра полтора. Вот на этом ну вряд ли мы там увидим. вот так мы его есть специальное прибло, вставляем и заворачиваем. Завернуть надо на миллиметр два вовнутрь. Ну как показывает практика, ну вот так примерно вставляем. То есть вот он все вошел, видно, что он там расширился. Потом есть такая вот штучка. Дело в том, что здесь в нем есть зацеп, который проворачивается и насечка. При ударе сейчас мы стукнем, он отломится, чтобы потом болт не уперся и резьба там не испортилась. Так что с чем-нибудь первым попавшимся мы так стукнем чуть-чуть, прям слегонца. Оп, все, откололось она. Смотрите, чтобы не было писали, так сказать, специально для гаражно-диванных специалистов первый нюанс. Смотрите, для того, чтобы увеличить отверстие с 10 на 12 не нужно специального станка. Это во-первых. Во-вторых, чтобы то есть также прорезать метчиком, нужны руки. То есть, если у вас есть руки, вы все сделаете с первого раза, все получится хорошо. Конечно, если вы, не знаю, друзьями в гараже устали, то, скорее всего, что-нибудь пойдет не так. Ну, в целом, то есть, вот данный наборчик, если что-то, то есть, под рукой нет токаря, нету, допустим, каких-то специалистов, то есть, вы всегда можете приобрести такой наборчик. То есть, они у нас идут от 6 и далее, и далее. То есть, 12, 14, неважно. У нас, то есть, есть ряд таких наборчиков. То есть, вы всегда можете им воспользоваться, если вдруг вырвало резьбу. Неважно, пусть это будет алюминий, железо, там, или что-то еще, то есть, стальная какая-то балка. Да, будет чуть-чуть, конечно, сложнее сделать стальную, допустим, но все же можно будет сделать. Головка, головка. Подбор болтов сделаем, когда поставим сюда кронштейн. Одно отверстие у нас осталось штатное, 1,25, и два мы переделали на полтора, и также на полтора у нас переделан один в блоке. То есть, из четырех отверстий у нас всего одно осталось целое. Вот, болты подберем там по факту уже, в принципе, там будет видно сейчас. Зачистим сейчас там блок, еще остаточно, продуем все отверстия и будем прикручивать головку. Снова у карнивала. Головочку затянули, поставили новую прокладочку, выкинули шайбы, посмотрели, проверили, то есть, сюда никакие шайбы, которые здесь были подложены по одной, по две, не идут, которые мы выкинули болты все отлично затянулись без всякого, то есть, согласно мануалу, то есть, у нас здесь есть, конечно, маленький нюанс по поводу болтов. У нас получается 8 болтов коротких и 10 длинных. Вот. И второй этап у нас вот здесь вот болт длинный, то есть, тянется 40 ньютонов, короткий 40, потом 90 градусов, оба длинные короткие, но потом длинные 120 градусов, а короткие 90. То есть, что мы сделали? Протянули болты, болты обязательно оригинал, большую часть косяков уже нюансов убрали, то есть, это вот у нас вот сейчас видно головка, тот кронштейн, который мы тут делали, вот, осталось подобрать всего один болт, вот так он устанавливается, всего один болт был целый, то есть, мы сделали оставшиеся три, один блоки, две в головке, осталось подобрать еще один болт, не проблема в принципе. Все отмыли, все очистили, насколько это было возможно, то есть, видели, наверное, что здесь изначально было ужас, по патрубкам охлаждение сзади, на охлаждение, то есть, на печку заменили сзади, вот здесь они внизу, и охлаждение турбокомпрессора, то есть, у нас шланчики, они в таком стоят труднодоступном месте, поэтому решили сразу избавиться от подобных вещей, то есть, где-то что-то лопнуло, где-то слабое, не дай бог, лопнет, потом не вытащишь. Здесь также по болтику, то есть, здесь болтик добавили, здесь болтик, там кронштейн, тут хомутик, сборка идет, сейчас, на данном этапе, начнем сборку распредвалов, то есть, распредвалы. Также, сразу изначально не было замечено, что резьба у нас под клапанную крышку испорчена в двух местах, получается, там в конце и вот здесь еще. Наверное, тоже будем ставить вертуш, шестерочку, иначе крышечка будет клапанная подтекать у нас. Как бы это не было тяжело, продолжим сборку дальше. Сейчас будем все вымывать, распредвалы устанавливать, промазывать, будем сальник колевала заменили, сальники распредвалов тоже у нас на бортике лежат. Сейчас все установим, заменим. Сегодня возможно двигатель уже скомплектуется и даже если дашь бог, то мы установим. По запуску конечно спешить не будем. Также мы меняем датчик давления на топливной рамке. Вот, это я уже доломал его. Неоднократно выходили форсунки из строя, выбивало ошибку по датчику давления у клиента. Он был надломанный и был плохой контакт. Здесь такая пружинка вставляется еще для контакта. Вот мы его доломали. Датчик поставим БУ. Этот датчик ломается крайне редко, поэтому нет смысла покупать рампу за какие-то баснословные деньги, 30-40 тысяч сколько она там стоит. Поэтому датчик проверенный, рабочий, то есть БУ переставим. По-хорошему конечно, по-хорошему этот датчик отдельно не перекручивается. Он идет в сборе с рампой. Но мы заменим вот отдельно. Вот у нас распредвалы. В принципе сейчас осталось их отмыть, почистить где-то вот бугеля здесь от герметика и будем устанавливать. Всем привет! 10 марта спустя неделю после того как мы поставили двигатель мы завели машину. Мучились с ней целую неделю. Целую неделю и электрик диагноз все мы бегали кружились вокруг нее. Она не заводилась. Проблемой была нехватка давления топливной рампы. Насос выдавал, мерили как электронным через датчик, так и механическим давал 7-8 бар. мучились, 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 вроде эммобилайзер. Здесь также стоял подкачной насос, провода вот у нас здесь есть, который стоял с бака. Здесь у нас стоит груша ручная, но кто-то поставил подкачной насос. мы выкинули все. Все, что кто-то когда-то здесь придумал, все перевели в штатную и сегодня утром мы ее завели. Сейчас скажу, в чем была проблема. Так, по кондею у нас реостат остался, но сейчас на данный момент человек не осилил, потом доделает. Так вот, вернемся изначально к тому, что машина пришла у нас по ремонту ГБЦ. Охлаждающую жидкость выкидывала в расширительный бачок. Дели головочку, опрессовали, шлифанули, все сделали, то есть новые болты, новая прокладка, также проверили полностью блок, собрали, и потом долго-долго мучились, не заводилось. Так вот, сейчас самая проблема. Вот здесь стоит вот такой насос, то есть мотор здесь у нас 2.9 турбо G3 стоит, и на нем установлен евро-третий вот такой насос. 33-100, 4А-500. То есть это Ки-Бонго, Хундай, Таракан, Саньон, также у нас Саньон как есть евро-4, так и евро-3. Так вот, насос, вот этот насос не давал нам давления. Здесь внутри находится такой своеобразный барабан, и в нем стоят три плунжера, которые качают топливо. Так вот, когда один из них залипает, давления для старта недостаточно. Что очень часто происходит, допустим, на рейндж-роверах, Туарегах, Бошевский насос стоит, у нас и вот сегодня, то есть с помощью уже очистителя или эфира, то есть брызнув немножко в этот, раскрутили мотор чуть больше, и она завелась. Нередко такое происходит. Киа, Соренто, то есть Хундай Гранд Старакс одна из проблем. То есть, к примеру, если вдруг вы там собрали Гранд Старакс, Карнивал, неважно, любой дизель вы собрали, и она не заводится, давления, топлива нет, не стоит, то есть бросаться, разбирать метки или что-то, какие-то датчики, то есть если нету ошибок и просто нет давления, допустим, как владельцы ранжеровера, они вводят некоторые, то есть владельцы. Такая сказка, что они ездят с какой-то монтировочкой или с баллонным ключом, потому что когда ранжеровер постоял и не заводится, они делают удар по насосу и после этого отклинивает лужер и все заводится. Так вот, смотрите, все сейчас у нас в принципе все прекрасно работает, а немного вроде как подстукивает гидрокомпенсатор, сейчас заглушим, запустим, еще разочек, заводится на полоборота. Единственный есть такой момент, заметил сегодня, при запуске немного тусклая горит лампочка зарядки, но проходит прям 3-4 секунды и исчезает. Также механически, наверное, сейчас померяем, попробуем мультирметром либо нагрузкой вилкой и также посмотрим, сколько дает блок управления. Потому что с генератором вроде как проблем не было, может быть, попала охлаждающая жидкость. Ну вот сейчас, на данный момент, тухнет сразу, может быть, что-то попало, то есть там было много масла, антифриза, то есть то, что мы мыли все. Ну вот сейчас она еще у нас до сих пор греется, здесь вот уже идет, радиатор немного парит, попала охлаждающая жидкость, сейчас все это высохнет, по турбинке некий дымочек, все так, вроде бы, мы везде собрались, все сделали, да, ничего нигде не капает, здесь, когда снимали патрубок, попала охлаждающая жидкость на радиатор, сейчас она испарится. Так вот, вот этот подкачной насос, который был, мы его все отрубили, вытянули, то есть и сейчас штатно, все сделали штатно, там снизу нам, мы так временно набросили шланги, сейчас вот поднимем машину, все зафиксируем и выбросим ее. Ну, в принципе, все, закончили, заправим кондей, сейчас все проверим и пробуем, то есть оставшиеся тесты, подбрасываем ошибки и будем ездить, пробовать, как она себя ведет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok